Почему Персия сменила название на Иран? Кто назвал страну Персией и почему сегодня она называется Ираном? Карты Персии, Афганистана и Белуджистана, конец 19 века. Иран или Персия, какое название древнее? Жители этой страны с древних времен называли ее страной Ариев, Ираном. Предки иранцев, как и белых индейцев, пришли на эти земли с севера. Их прародиной были земли нынешней южной части России, от Причерноморья до Урала. Персией ее назвали соседи-греки, за греческими авторами это название приняли и другие народы. Греки перенесли на страну название исторической области Парс, Фарс, на берегу Персидского залива. Парсы, Персы, были одной из этнических групп в Иране. Область Парс была центром политической власти в период империи Ахименидов и империи Сосанидов. Империя Ахименидов существовала с 550 граммов до Эне по 330 граммов. До нашей эры официально называлась держава Ариев. Во время империи Сосанидов, существовавшей до арабского завоевания и исламизации, иранцы были зароастрийцами и огнепоклонниками. Держава называлась Иран-Шахр, то есть Иранская империя или царство Ариев. После исламизации Иран сохранил свое название, язык и культуру. В период тюркской династии каджаров, правившись страной с 1795 по 1925 год, страна официально все также называлась Ираном, высочайшее государство Иран. Правда, в других странах Иран называли Персией. Греческая традиция прошла сквозь века. Сами иранцы под влиянием западной традиции стали публично употреблять термин Персия для названия своей страны в новый и новейший исторический период. При династии Пехлеви, которая правилась с 1925 по 1979 г. г., Иран официально именовался Шахан-Шахским государством Иран. Иранский шах Реза Пехлеви в 1931 году. Источник Страна Ариев Позиция Реза Пехлеви была связана с двумя основными причинами. Во-первых, он пытался обозначить новый период в истории страны, возрождение Великой Державы. В конце Начале ВВ Персия переживала глубокий кризис. Страна утратила ряд территорий, пережила ряд восстаний и революций, британскую оккупацию. Намечался развал Ирана. В 1918-1919 годах Персия, по сути, стала полуколонией Британии. Англичане контролировали армию и экономику страны. В феврале 1921 года Реза Хан Пехлеви свергнул Ахмед Шаха и в 1925 году был объявлен новым Шахом. Реза Пехлеви возглавлял правонационалистические круги, правое офицерство, которое пыталось спасти страну от развала. Новое правительство двинулось с курсом возрождения сильной центральной власти под флагом идеи иранского национализма. Британия, в условии сильных антианглийских настроений в иранском обществе, вынуждена была отказаться от прямой колонизации Ирана. Однако сохранила ведущие позиции во внешней политике, экономике и финансах страны. При этом британские военные, покидая Иран, передали Шаху и его окружению большую часть оружия, боеприпасов и снаряжения. Также Британия через английский Шахиншахский банк, важнейшее финансовое учреждение Ирана, профинансировала становление иранской армии. Сильная антисоветская власть в Иране устраивала Лондон. К тому же британцы сохраняли контроль над сырьевыми богатствами страны. Правительство Реза Пехлеви подавило демократическое движение, сепаратизм полукачевых племен и окраинных провинций, где власть фактически принадлежала местным феодалам. Так войска Реза Хана восстановили власть центрального правительства в Гирлянской провинции, в Иранском Азербайджане, курдских землях, курды вели борьбе за создание курдского государства. Курдов также поддерживали и вооружали британцы вечный принцип разделяя и властвуй. Затем Реза Хан подавил восстание бахтярских и лурдских племен, установив контроль над зоной племен на юго-западе Ирана. Также правительственные войска были введены в арабский Хузистан, где заправлял шейф Хазаль, которого поддерживали британцы. Вскоре арабского шейфа арестовали. В 1920-е и особенно в 1930-е годы Иран совершил качественный скачок в развитии. Была создана регулярная армия, в общественно-политическом и экономическом развитии наблюдались положительные тенденции. В частности, был осуществлен переход на светскую систему образования, открыт Тегеранский университет, проведены реформы в судопроизводстве, создана стабильная финансовая и денежная система, учрежден Нацбанк Ирана, ставший эмиссионным цетнером. Сделаны шаги в сторону развития светских начал, улучшение социального положения женщин, создается госсектор в промышленности, осуществляется политика госкапитализма, развивается промышленность, введен автономный таможенный тариф, ликвидирован капитуляцией, строится трансиранская железная дорога от Персидского залива до Каспи-Айте. Д. Началась индустриализация и электрификация Ирана. Таким образом, Резахан восстановил единство Ирана, собрал страну после почти полного распада государства каджаров. Его называли возродителем Ирана, защитником ислама, сравнивали с древними царями Ахимнидами, Шахом Аббасом Великим, правил в 1587-1629 годах, из династии Сефевидов, который провел ряд крупных реформ, создал регулярную армию, и восстановил доставшуюся ему в наследство разваленную Сефевицкую державу, превратив в ее мощную региональную империю. Официальное название Иран подчеркивало преемственность и связь Пехлеви с прежними иранскими державами и династиями. С годами, когда усилилось стремление Пехлевик к единоличной власти, окрепло и стремление подчеркнуть преемственность его с власти с древними, доисламскими династиями Ахимнидов и Сосанидов. Вторая причина переименования страны связана с Третьим Рейхом. 1920-1930 годы – это время расцвета фашизма и нацизма в мире, авторитарных, фашистских и нацистских диктатур. Эта тенденция не прошла мимо Ирана. Еще в 1923 году Рейза близко сошелся с лидерами правонационалистической партии Таджадот – обновление. Ее лидеры и активисты были выходцами из состоятельных социальных групп, которые получили образование на Западе, много иранских иммигрантов основалось в Германии. Часть программы лидеров обновления была прогрессивной и отвечала интересам общества, создания регулярной армии, индустриализация, развитие светского общества судебной системы, образование, отделение религии от политики и т.д. Одновременно активисты обновлений ввели пропаганду о возрождении величия древней Иранской империи, в Италии фашисты мечтали о славе и возрождении Римской империи, германские нацисты грезили о вечном рейхе и т.п. Укреплении монархии и персификации всех иранцев. В итоге в Иране складывается режим личной диктатуры Рейза-Шаха. Во второй половине 30-х годов правительство Рейза-Шаха ищет нового покровителя на мировой арене. Тегеран потерпел поражение в борьбе с Лондоном по вопросу деятельности англо-персидской нефтяной компании, АПНГ, в стране, а также в территориальных спорах в зоне Персидского залива. Дело было в том, что АПНГ обладала эксклюзивным правом на добычу нефти и газа в Иране. Концессия была заключена в 1901 году. На 60 лет. Попытки Тегерана пересмотреть соглашение к серьезному успеху не привели. Британский лев не собирался отдавать богатую добычу. В апреле 1933 год. После многостороннего давления со стороны правительства Британии Шах Ирана Рейза дал согласие подписать новое концессионное соглашение с АПНГ на срок до конца 1993 года. Теперь АПНГ должна была переводить иранскому правительству 16% своего чистого дохода, и концессионная зона была сокращена. Но в целом британская монополия только укрепила свое положение в Иране. Поэтому Тегеран склоняется к союзу с гитлеровской Германией. Третий рейх был готов сломать прежний мировой порядок, потеснить британскую империю. Иран был заинтересован в сотрудничестве с Германией в военной, экономической и технологической областях. Кроме того, Шаху и его окружению нравились идеи немецких нацистов о превосходстве арийцев над другими расами. Целый ряд иранских националистических и монархически настроенных публицистов, историков и филологов в это время прилагали большие усилия, чтобы соотнести идейные основы арийской теории немецкого нацизма с интерпретацией истории до исламских иранских империй. Особенно царство Ахименидов и Сосанидов. Особенно эта тенденция усилилась после образования Первого Тегеранского университета в 1933 году. В первое время университет важнейшее внимание уделял изучению истории и философии древнего и средневекового Ирана. Большая группа научно-преподавательских кадров и столичных публицистов трудились над разработкой иранской национальной идеи. Древние иранцы рассматривались как чистые арийцы, продвигалась идея восстановления единого языкового и культурного пространства по всей стране – персификации. Шах и его окружение полностью разделяли эту идею. Основой государственной идеологии стали паниронизм идея превосходства ариев иранцев над другими расами и народами. В частности, постепенно закрыли все учебные заведения, где преподавали не на иранском языке, вся печать была на персидском языке. Иран трансформировали в нацию государство, как в Третьем Рейхе, для этого проводилась линия на персификацию всего населения, разоружение полукочевых племен и их перевод к оседлой жизни. Подавляя сопротивление племенной знати, власти прибегали к репрессиям и террору, верхушка племен физически уничтожалась. Иран стал вочиной германских спецслужб, которые продвигали интересы Третьего Рейха в регионе. В итоге в ходе Второй мировой войны, чтобы исключить переход Ирана на сторону Германии, Британия и СССР ввели в страну войско, операция «Согласие». Ввод советских войск в Иран в 1941 году, которые оставались в Персии до конца войны. Германская агентура была подавлена, власть передали сыну Реза Мохаммеду. Иран оказался в сфере влияния Британии и США. При этом Тегеран развивал дружественные отношения и с СССР, осуществлял сотрудничество в экономической и технической сферах.